Добрый ранец! Ваши увази информационный выпуск телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. У Гомель пройшло посяджение объединенной коллегии Министерства внутренних справ Союзной Державы. Ее удельники обмерковали пытание узмацнение боротьбы с организованной злочинностью, аховы хроматского аппарата и супрадзения злочинности на транспорте. Сегодня значность супрацовництва помеж министерствами особливо актуальная. Лидеры злочинных групповок имкнутся организовать и контролировать нелегальные поставки в разбелорусско-российскую мяжу транспортных сродков, зброи, наркотиков, наладить каналы нелегальной миграции. У совести с ГЭТЭМ правооховные органы регулярно жыцявляют суместные мероприемства. Так, за минулый и первый квартал ГЭТАГА года выявлено каля 400 злочинствов, сделанных организованными групповками на территории Беларуси и больше 18 тысяч Российской Федерации. А про то, за два года беларускими правооховниками у интересах российских коллег затриманы 345 обвинувачиваемых. У свою чергу россияне затримали 755 человек, які здействовались за чинствы у нашей країне. Домовленности, які досягнуты на посадженні, объединенные коллеги Министерства внутренних справ Союзной Державы у Гомелі, знайшли свое адлюстраванне у подписанных выниковых документах. А про то, ГОБАКЮ згодили питанье парадку дня наступного посадження. Затруднения, они порой возникают в плане нормативного права урегулирования, технических каких-то моментов, возможно, финансовых моментов. Но в целом мы удовлетворены, что те решения, которые принимаются, они притворяются в жизнь. И главное, что есть результаты, положительные результаты от принятых ранее решений. На следующий год мы также определили план своей работы совместной коллеги, коллеги Союзного Государства МВД России и Беларуси. И мы будем рассматривать вопросы приграничного сотрудничества, милицейского, полицейского, в плане взаимодействия регионов России и Беларуси. И там тоже есть пища для размышлений и для решений соответствующих. И вторым вопросом мы рассмотрим миграционную ситуацию. То есть риски и вызовы, связанные с миграционными потоками наших стран, участие в каких-то глобальных вещах, которые происходят сегодня в мире, связанные с миграцией законной, незаконной, трудовой, нелегальной и так далее. У Добруши урочисты открыли одноленный районный вузел Паштовой Сувязи. Его модернизация дозволила повысить худкость и эффективность обслуговывания клиентов и полепшила умовы працы работников. Такой масштабной реконструкции Пошта чекала уже давно. Она открылась в 1980-м году. С того часа сургез на гарамонду не проводили ни разу. Зараз тут обновили фасад будинку, провели полную модернизацию рабочих помешканев и зал для обслуговывания наведельников. Сколько из працонных мест у операторов повеличилось до пяти. Створно особное окно для работы с корпоративными клиентами. Модернизация дозволила зарабить обслуговывание людей больше худким и эффективным. Меньше стали очереди, потому что больше добавилось вот этих касс. И больше ассортимент стало на почте. Посмотрите, сколько всего стало. Ну, аккуратно, чисто, всё. Больше приемной и изрушенной стала так сама работа самих супрационников в узла Сувязи. У Першинюн заявились особные помешкания для работников операционных отделений и покоят подшинку. Кошт проведенных работ склал пять с половой миллиардов рублей. За неполных три месяца мы провели полную модернизацию фасадов здания, заменили оконные блоки, перекроили служебные производственные помещения первого этажа, провели в них ремонты. Полностью сделали ремонт в отделении почтовой связи и установили новую мебель. Кроме того, благоустроили территорию и привели в соответствии к существующим стандартам системы тепло- и электроэнергии. К слову сказать, только по теплоэнергии мы получим экономии больше 30 миллионов в год. У одновленном отделении новые формы работы с клиентами. У День открытия тут одразу проводят акцию День шиточа, у делу якой примают простовники республиканских и гомельских периодичных выданий. Тым, кто оформляет подписку на газеты и часописы, печатное выдание у подарунок и у делу безпроигрышной лотереи. Настасья Кучинская, Михаил Рабкоут, телерадиокомпания «Гомель». 30 червяня в Беларуси завершается приватизация жилья. С 1 липня все квартиры, на которые не будут оформлены необходимые документы, будут переведены в категорию арендных с отповедной оплатой. Алик Синцеров потекавился станом справ у одним из районов Гомельской области. Жилый фонд Жлобина и Жлобинского района зараза – это 534 домы. На сегодняшний день неправатизованными застаются 6% у квартиры, хоть не выключено, что до конца месяца эта резьба сменчится. Все роды, кто не ожидает набывать жилье в приватную властность. Перш за все одинокие пенсионеры и маломаемые грамадяне. Меж тем, когда за весь по передний месяц документы на праватизацию на Жлобинске накировали 70 человек, то за первые 10 днём червяня уже 40. С костом квартир в областном центре местовое жилье неправнальное. Самая великая сумма, которую необходимо заплатить за двухпокайовую квартиру в Жлобине – 450 млн. рублей. У вогулих эта сумма залежит от шмата каких-то факторов. Место находления дома, материалы, за которые район побудованы, и даже термины подачи заявы. Гады-два тому приватизация каштовала у разы тонней. Уся справа у так званом индексе будовничо-монтажных работ. Разница по сравнению с 2013 годом уже в два раза. Потому что индекс в 2013 году где-то был 15 в среднем, а сейчас он уже 32. Индекс на строительные монтажные работы, который применяется при расчёте. У сельской местовости аналогичная жильёка, что и звычайно тонней. Причём эта розница вылечается десятками миллионов рублей. Одна из причин – специальные коэффициенты, которые применяются при оценке «Кватер». У центра города у цену поэлечить на 20-30%. Увёсы на дворот снизить прикладно на 10%. Сколько будет каштовать неприватизованное жильё, переведенное у категории арендного, докладно по кульневая дома, а летое, что коммунальные платежи у таким раз и повеличатся, видовочным. Разумствуем у грамадян и шею есть махчимость отримать «Кватеры» во властную майомость. У опущенные дни червеня документы будут приматься до 24 годин. С момента подачи заявления в течение месяца местные органы власти должны принять решение о разрешении приватизации жилья. Ещё гражданин даётся год на то, чтобы в течение этого времени оплатить первоначальный взнос в размере не менее 10% и нотариально заключить договор и зарегистрировать своё жильё в быты, в органах регистрации. С этого момента он становится уже, скажем так, собственником своего жилья. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель», Жлобинский район. До речи, размова про приватизацию жилья пойдёте сёння у программе «Диалог». Гостем студы будет намесник генерального директора Гомельской областной жильёво-коммунальной господарки Олег Спиридонов. Программа выйдёт в эфир на телеканале «Беларусь-3» у 18.30 хвилин. Своё питание вы можете задать по телефону по номеру промога эфира у Гомеля 77-68-45. У редакции газеты «Гомельская правда» отбылася промая телефонная линия с процтауниками Гомельского областного объединёння профсоюзау. За одну годину у адрес специалистов прагучала каля 10 пытаннёв. Агульной темой стало захавання працонного законодавства. Дарэч, такие промые линии проходят кожный месяц. Однако тлумачальную працу гэтая люди ведут постоянно. Так что дзенья не дают каля 20 тлумачэннёв. И меркуючий по зворотах, зараз самая хвалючая людей пытаннёй в отпуск без захавання заработной платы, затрымка выплат и травматизм на працонным мэсце. Менавито гэтая пытаннёй частей за остатнёй гучалі и пачас промой линии. На некоторые из них отказы поступили одразу, иншие стали подставой для проведения проверок. Было обращение с одного из предприятий в плане несвоевременности, компенсации выплат командировочных, вопросов нарушения коллективного договора. Мы уже определили, что на это предприятие мы выйдем, так сказать, с проверкой, с мониторингом и посмотрим все вопросы. Можно также консультацию по трудовым и социальным вопросам получить у начальника юридического отдела телефон 710107 и, значит, в рабочее время Дом профсоюза в пятый этаж 511 кабинет будет оказана помощь, дана консультация, разнесены нормы законодательства. Сегодня у Гомеле отбудется концерт молодого профессийного спевака, композитора, аранжировщика, у дельника шматликих фестивалев и конкурсов Макса Лоренса. Программа «Житё, як музыка» будет ладиться артистам в сопровождении эстрадно-симфоничного оркестра Гомельской областной филармонии. Наш корреспондент Вероника Ворошилина побывала на генеральной репетиции концерта. «Житё Макса Лоренса» — это бесконция музыка, которую он шире и в изостатку делится со своими слухачами. А сёле назва сольной программы «Житё, як музыка». Макс Лоренс — сталиновитый канал, творчество которого широковядомая у айчинным и российским шоу-бизнесе. Йоуновладельный гран-при фестивалю «Славянский базар» у Витебска, лауреат конкурсу «Новая хвалья» у Юрмале. Финаліст национального отборочного тура «Евробачення». Паша сольного концерта Макса Лоренса слухачи почуют с получения почутевого и мелодичного голоса молодого артиста у сопровождении живого гуку эстрадно-симфоничного оркестра Гомельской областной филармонии. Суместный творчий проект для БЦСТС «Правды уникальный, видовешный и незабывный культурный подъей». Программа получилась разноплановая. Это и лирические песни, авторские Макса Лоренса, и быстрая клубная музыка, и хиты мировых исполнителей в исполнении Макса Лоренса. Все это получилось очень качественно, очень динамично, и программа, мне кажется, не оставит никого из присутствующих в зале равнодушной. Паша с концерту прогушать такие яркие музычные творы Макса Лоренса, як «Лебядзина», саундтрек до фильма «Бой с тенем». Сыходжу з розуму, вядома понашумелый компьютерный гульни «ГТА-4». Суперхит «Гэтай ночу город не спить», який прогремел на топовых радиостанциях Беларуси, краян близкого и далекого замежа. А так само композиция эстрадно-симфоничного оркестра Гомельской областной филармонии. Программа обьяцает уразить представников самых розных музычных густов. Эта программа, ее можно назвать и модной, ее можно назвать и лирической. В ней есть и классика жанра и джаз, и блюз есть, и арнби. В ней есть и романсы, и баллады. То есть все, что я люблю, все, на чем я учился когда-либо в жизни, все вставили в эту программу. И можно так сказать, человек, который придет в зал послушать нас, он услышит волшебное звучание музыки оркестра и голос Макса Лоренса, который сформировался за эти долгие годы, кто следил за моим творчеством. На чем я учился и как так получилось, что Макс Лоренс вообще поет. Какую музыку он слушал, какие его песни любимые. Яскравый сольный концерт житей, как музыка, молодого, профессийного спивака, композитора, аранжировщика, удельника шматликих фестивалей и конкурса у Макса Лоренса в сопровождении эстрадно-симфоничного оркестра Гомельской областной филармонии пройдя у стенах Палаца культуры Чигуночников. Дорогие гомельчане, дорогие жители нашего города, а также гости, которые будут в это время в нашем городе, мы приглашаем вас всех на концерт Макса Лоренса, который состоится... 15 июня, в 18.30, это уже очень скоро, мы подготовили вас интересную программу, где вы услышите все ваши любимые песни. Мы искренне вас ждем и мы с таким же хорошим настроением будем петь и играть для вас и попытаемся сделать так, чтобы этот день был для вас праздничным. Вероника Варашилина, Валерия Панько, телерадоя компания «Гомель». У Гомеля отбылся кубок в области по плаванні. На протягу двух дзен мацнейших у Палацы водных видов спорту выявляли юнаки-дзялчаты. За кубок в области змагалися 8 команд, які представляли усі районы Гомеля, так само Жлобин, Рэджицу, Мазыр и Светлагорск. У каждой команды по 16 человек, не которых з гэтых спортсменов уже зараз можно называть будущим белорусского плаванням. Ся роду дельников «Ребята, уже имеющие звание кандидата в мастера спорта, мастер спорта, сегодня борются за звание сильнейших в Гомельской области и, соответственно, будут представлять интересы нашей области на предстоящих соревнованиях. Очень важное для нас, потому что здесь сегодня находятся тренера по резерву, сегодня находятся тренера училища Олимпийского резерва, а у нас впереди зачисление училища Олимпийского резерва. И, конечно, здесь хорошая площадка им показать свои результаты и, соответственно, быть замеченным». За два дни у бассейна Палаца водных видов спорту разыграли Амаль 40 комплектов из Нагород, некоторые спортсмены подымались на пьедестал ни один и ни два разы. Но огольным залику перемогла команда Жлобина и стала владельником Кубка. Это значное досягнение. Деление плавания у райцентра заявилась только в 2007-м году на базе Центра Олимпийского резерва. И вот там уже выховали своих майстров спорту. «Еще есть много над чем нам поработать. Это только первые ласточки. И надеюсь, что в 2020 году мы уже сможем подготовить того спортсмена, который будет представлять Гомельскую область от лица Жлобина на Олимпийских играх». Во выниках Кубка в области будет сформирована сборная команда с 24 спортсменов, которая представит наш регион на Кубке Краины, который в середине липеня будет примать Гродно. Максим Савин, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». И это был последний сюжет нашего ранешнего выпуска. У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочем с развитием подеи у Гомеля и в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин